Протившиеся репатрианты, карантинный лагерь нужен был для того, чтобы пройти какие-то необходимые медицинские проверки, несколько дней документов оформить, а потом отсюда люди уже разъезжались или по городам, которые они провели для места жительства, или к родственникам. И вот раз этот карантинный лагерь было первое место, через которое восходили, поднимались и влезли сюда, вот этот лагерь так и назвали «Врата восходящих». Ну а потом, когда уже поток репатриантов иссяк, лагеря подснесли и на его месте построили вот этот райончик, который мы с вами и проехали. Дома, как я уже сказал, там строили в конце 50-х, в начале 60-х годов, тогда было не пожили, лишь бы только от крыши уйдет дать над головой, потому что в 48-м году все еврейское население Израила было всего лишь навсего 500 тысяч человек, а через 4 года буквально оно утроилось, полтора до него, оно превозвратилось силами Патриартов. Но их жить им было негде. Жили в каких-то заброшенных военных базах, палаточные городки были, парачные какие-то поселочки были. И вот тогда израильское правительство принимает решение.